Галактика – это огромное скопление пыли, газа и множества звезд, включая Солнце. Она простирается на миллиарды километров вокруг нашей планеты. Млечный путь до сих пор остается загадочным и не до конца изученным. По мере развития технологии ученые узнают все больше о космическом пространстве. Так, в 2022 году благодаря астрономам под руководством Фархада Юссов Заде и Северо-Западного университета США обнаружили тысячи космических нитей неизвестного происхождения, которые распространяются от центра галактики на 150 световых лет в виде вертикальных полос феноменов. Располагаются они на одинаковом расстоянии друг от друга, однако находиться нити могут как в паре, так и поодиночке. Я хочу сказать следующее, что это чисто такое умозрительное понятие. И в принципе считается, что как бы не только в галактике, но и вообще во Вселенной еще соединено с некими такими нитями. На самом деле, конечно, там это не означает, что эти нити кто-то протянул. Это еще раз повторяю, ну, могут быть какие-то поля. По мнению экспертов, в результате мощного взрыва, который произошел в центре галактики несколько миллионов лет назад, формировались филаменты. Исследователи также считают, что у популяции нитей разное происхождение. Вертикальные нити лежат перпендикулярно по отношению к плоскости Млечного пути, в результате чего они проходят сквозь галактику, где частицы движутся практически со скоростью света. А горизонтальные филаменты направлены к центру и объединяют потоки тепловых частиц внутри космического молекулярного облака. Кто не может опять построить теорию общих вот этих каких-то понятий по этим полям и взаимодействиям? То есть они есть, а объяснения нет. Чисто, скажем так, наблюдаемое явление. Следуя стандартной модели эволюции космического вещества, галактические нити образуют вдоль сетевидных потоков темной материи, которая притягивает гравитационную барьерную материю. Исследователи считают, что каждая нить создана отдельным выбросом высокозаряженных частиц. Однако до сих пор остается загадкой, каким образом происходит эта пульсация внутри черной дыры. Я хочу сказать следующее, что есть большое число явлений, которые на самом деле на нас оказывают большое воздействие. И вот эти вот найденные какие-то радиальные или вертикальные, скажем так, нити, ну нити они называются, еще раз повторяю, чисто, просто, ну, умозрительно. Таким образом, доподлинно неизвестны, имеют ли космические нити негативное воздействие на человека. Однако с развитием технических возможностей у специалистов в скором будущем появится возможность оценить влияние филаментов на людей и окружающую среду. Юлия Усманова, Елизавета Газизянова, Универньюз.